друзья всем привет сегодняшнее видео будет про голосовое управление на мультимедийной системе тисис про для тех кто смотрел мои предыдущие видео именно видео распаковки вот этой мультимедии то там в коробке лежал конверт с карточкой в которой было указано что если вы оставите хороший комментарий поставить 5 звезд то продавец вам активирует совершенно бесплатно на неограниченный срок голосовое управление чем я собственно и воспользовался я оставил хороший отзыв сделал скриншот отправил в поддержку тис в китай через ватсап на что они мне ответили что да мы условия свои выполним пришлите нам айдишник вот из приложения речь сейчас покажу то есть вот приложение речь так об устройстве вот этот у айди этот длинный я его отправил точнее сфотографировал так вот отправил им на что они мне очень даже быстро ответили сказали что все отлично голосовое управление мы активировали при следующем подключении мультимедиа к интернету у вас все должно работать соответственно я на следующий день пошел проверил да действительно все работает в целом я голосовым управлением доволен и хочу показать при демонстрировать как все это работает сразу скажу что есть несколько режимов команд то есть можно двумя вариантами активировать это либо запустить голосового помощника либо говорить напрямую команды голосовые команды делятся там на несколько категорий то есть первая категория это связаны и там с сетями то есть там bluetooth и так далее есть категория которая отвечает за мультимедиа есть категория которая отвечает за регистратор и также есть категория который отвечает за кондиционер климат-контроль там увеличение прибавления температуры и так далее вот эта вот категория команд она работает только в том случае если у вас есть can bus модуль если его нету соответственно команды будут выполняться но действий никаких не будет и давайте вам покажу самую первую функцию первую команду которая в принципе очень полезная и кстати перед тем как вы будете говорить команды я вам советую прочитать их и очень точно их нужно называть иначе у вас просто не будет ну не будет происходить активации этой команды то есть нужно всегда говорить именно так как указано вот в инструкции по командам давайте начнем с 1 выключить экран включить экран включить музыку выключить музыку включить радио выключить радио такие вот команды также есть еще команда с навигатором открыть навигатор включить навигатор то есть видите когда говорить открыть он не срабатывает то есть именно что включить также есть команда прибавления громкости то есть каждая команда она прибавляет либо убавляет громкость на 3 деления увеличить громкость хорошо хозяин уменьшить громкость то есть видели да было пять стало два то есть на три пункта либо повышает либо понижает разделение экрана также есть команда включить кондиционер то есть это как раз про который я вам и говорил то есть говорим включить кондиционер но он не включается так как у меня сейчас во первых отключено зажигание но даже если включить полностью зажигание то есть запустить включить кондиционер включить кондиционер то есть кондиционер не включается как я вам говорил что здесь нужен конду с моду поэтому как бы вот эта команда актуальна только для тех у кого он есть итак по этим командам мы разобрались то есть в целом очень удобно но имейте ввиду то что когда вы будете говорить если у вас играет музыка то так как микрофон здесь очень слабенький вам придется перекрикивать чтобы команда выполнялась а также сейчас покажу как активируется голосовой помощник при оттягиваться включить навигатор включить навигатор то есть вот так вот еще можно но сразу скажу то есть у вас должно быть постоянно подключение к интернету очень стабильно то есть либо это сим-карта которая стоит у вас в мультимедии либо вы раздаете через телефон соответственно такие вот команды будут работать естественно это никакая вам не алиса там вы с ней не поговорите там за жизнь за любовь или за политику то есть просто какие-то обычные команды она вам будет выполнять в целом так как это активировано было бесплатно я этим очень доволен но единственно то есть если вы собираетесь покупать я бы не советовал то есть это а стоит по-моему около полторы или около двух тысяч я точно не могу сказать но вы можете посмотреть на алиэкспрессе вот магазин на алиэкспрессе бесплатно это я думаю отличное дополнение вот к этой мультимедии покупать бы конечно бы не стал так как все таки это не маленькие деньги ну а так как бы те кто будет покупать вы можете воспользоваться и активировать вот это вот голосовое управление абсолютно бесплатно ну а на этом у меня все друзья надеюсь это видео вам было полезно всем удачи на дорогах всем пока пока